В лаборатории отделения аэрокосмической инженерии Университета Болонии всё готово для необычного эксперимента. Два профессора, Джорджо Группиони и Франко Персиани, собираются воссоздать истинный облик Данте Алигери. Это позволит ответить на множество вопросов, связанных с загадочной фигурой великого поэта. Тайны окружали его и при жизни, и после смерти. За основу взяли результаты первого и пока единственного обследования останков Данте. Могила была вскрыта в 1921 году Фабио Фрассетто. С тех пор на изучение останков гения был наложен запрет, как минимум до 2021 года. Тем не менее, современному учёному удалось разобраться с некоторыми загадками, связанными с именем самого известного поэта в мире. Сотрудники университета случайно обнаружили важные документы о вскрытии могилы Данте и осмотре его останков. Местный антрополог Фабио Фрассетто их не публиковал. Проект получился уникальный, очень сложный. К нему пришлось привлечь специалистов в самых разных областях. Спустя 700 лет после создания божественной комедии, общими усилиями учёных удалось определить реальную принадлежность скелета, обнаруженного в могиле Данте, и воссоздать его облик с учётом данных, полученных при изучении черепа великого поэта. Результаты были переданы специалисту по восстановлению лица, эксперту в области судебной медицины. Именно он воссоздал истинный облик Данте Алигери. Его лицо нам хорошо известно, по многочисленным изображениям, по самым подробным описаниям воспоминания. Но, похоже, поэту ошибочно приписывали орлиный нос крючком. В 1921 году, когда отмечали 600 лет со дня смерти Данте Алигери, антропологу Фабио Фроссет и его коллеге Джузеппе Серджи представилась уникальная возможность впервые, с тех пор вскрытия не повторяли, осмотреть и изучить предполагаемые останки поэта. Они хранились в гробнице в стиле неоклассики в Равенне. Этот город всегда ревностно оберегал свою бесценную реликвию. После этого невероятного, воистину неповторимого события прошло почти 80 лет. Местные власти наложили строжайший запрет на извлечение останков Данте для дальнейших исследований. Тем не менее, Джорджо Группионе удалось разработать и довести до конца свой исключительный по сложности эксперимент. Профессор Группионе известен тем, что он уже разгадал несколько тайн, связанных с известными историческими персонажами. Теперь, благодаря случайной находке описаний, отчетов по вскрытию 1921 года, он сумел воссоздать облик Данте Алигери. Мы отталкивались от изображения, описаний, что нам оставили в своих довольно подробных отчетах профессор Фрассетта и профессор Саджи. Мы решили использовать новейшие технологии, самые современные научные разработки, чтобы добиться желаемого результата, чтобы максимально точно воссоздать лицо Данте. Проект удалось довести до конца. Он получился успешным. Прежде всего, благодаря самоотверженной работе целой команды ученых из самых разных областей. Например, физической антропологии, судебно-медицины, аэрокосмической инженерией. Но, безусловно, абсолютная новизна этого эксперимента в том, что технологии виртуальной реальности впервые используются в гуманитарной области, в исследованиях, связанных с нашим культурным достоянием. Для этого исследования мы привлекли три команды совершенно разными специализациями. Во-первых, группу инженеров. Они используют новейшие технологии, аппаратуру, например, методы обратной разработки, быстрого прототипирования. Это позволяет полнее использовать данные, найденные в архивах Фросетта. Во-вторых, группа антропологов. Они могут правильно оценить и использовать результаты работы команды инженеров. Другие доступные нам данные, чтобы понять, чего нам не хватает, чтобы максимально точно воссоздать лицо Данте. И ещё одна команда. Группа судебных медиков. Они должны восполнить возможные пробелы, ведь сохранились не все отчёты, не все результаты исследований Фросетта. Только общими усилиями мы сможем увидеть, каким на самом деле был Данте. Чтобы достичь таких невероятных результатов, учёным пришлось проделать долгий и непростой путь. Имя Данте связано прежде всего с Флоренцией, с божественной комедией, произведением, которое прославило его на весь мир. А жизнь поэта была полна тайны загадок. Данте родился во Флоренции в 1265 году. До конца 13 века он был зажиточным человеком, занимал различные должности в городской администрации. Но затем ему пришлось вместе из партии Белых Гвельфов навсегда отправиться в изгнание. Партия Белых Гвельфов, которой принадлежала Данте, выступала за верховенство папства над светскими властями республики. В битве при Монтоперте в 1260 году Гвельфы потерпели сокрушительное поражение от своих соперников, гибелинов. Данте всегда старался максимально дистанцироваться от политических воззрений своих соратников. В конце 13 века папа Бонифаций VIII добился того, чтобы всех Белых Гвельфов и всех им сочувствующих отправили в изгнание. В их числе оказался и Данте. Так начались его долгие скитания по итальянским княжествам. В поисках тех, кто разделяет его политические убеждения, последний стал Равенна. Большая часть жили с Вероной. Туда поэт прибыл в 1303 году, ко двору Кангранде де Ласкалла, одного из самых просвещенных правителей того времени. Здесь Данте почувствовал, что его ценят как человека и как литератора. В 13 веке Веронский двор считался одним из самых ярких и привлекательных в Италии. Но вскоре Данте поймет, что ему нужно искать другое прибежище. Для этого спокойного, равновешенного человека жизнь при дворе была слишком бурной. Она мало отвечала высоким запросам и требованиям великого поэта. Именно в это время Данте решает перебраться в Равенну. Он прибывает в город в 1306 году, ко двору семейства Ада Полента. Там он находит приют и покровительство у будущего властителя города Гвиде Навелла. Скорее всего, Данте познакомился с ним во время одного из своих посольств от имени Кангранде. Данте ищет спокойное место, где бы он мог закончить свой главный труд. Равенна для этого подходит как нельзя лучше. Равенна – его последнее прибежище. Скорее всего, Данте выбрал именно ее, потому что побывал здесь несколько раз, когда скитался по Италии из города в город в последний период своего изгнания. Такой выбор был не случайным. В то время Равенна была одним из самых спокойных городов в смысле политической жизни. Но был еще один важный аргумент в ее пользу. Равенна владела невероятными сокровищами. Мы до сих пор ими восхищаемся, а во времена Данте их было гораздо больше. Когда Данте прибыл в Равенну, попробуем представить, каким был этот город в 13 веке. Это будет не так уж сложно, ведь и сейчас здесь можно прогуляться по старинным узким улочкам. В те времена Равенна – город небольшой. Он зажат в границах городских стен. Они были построены еще в V веке, во времена Адаакра. Равенна славится еще и тем, что здесь много каналов. В черте города не только крупные водные артерии, например, основное русло Падены, но и множество мелких каналов. Их активно использовали местные жители для передвижения по городу. В 1316 году, после смерти дяди, Гвиденовелла становится властителем города. Он просвещенный, мудрый правитель. При нем в Равенне надолго выцаряется мир и покой. Гвиденовелла посвящает все свое время искусству. При его дворе собираются лучшие писатели того времени. Множество поэтов. Среди них и Данте. Гвиденовелла – натура утонченная. Большой любитель поэзии и литературы. И у него было такое же окружение – поэты, литераторы, художники. В совсем небольшой Равенне. Но жизнь здесь не менее интересна и увлекательна, чем Вероне. Возможно, Гвида сам пригласил Данте к своему двору. Возможно, он с ним познакомился, когда Данте посещал Равенну в составе посольств от имени Кангранде или другого знатного вельможи. Возможно, он бывал в этом городе не раз. Все, что связано с жизнью Данте, все очень условно. Нет никаких достоверных данных о том, где и когда он жил с тех пор, как отправился в изгнание. Мало известно о том времени, что Данте провел в Равенне, на что он жил, чем занимался при дворе Гвида Новелла. Но похоже, что именно здесь он, наконец, нашел вдохновение, чтобы закончить божественную комедию. Одна из немногих, точно установленных дат в его жизни, полный загадок. 1321 год. Год его смерти. В тот год Гвида Новелла пригласил Данте принять участие в его посольстве в Венецию. Нужно было дипломатическим путем разрешить возникший сиятельнейший республикой конфликт. Флот Равенне захватил недалеко от Камаккио венецианскую галеру. И это послужило предлогом для ответных мер. Соперники взяли под свой контроль соляные копии в червии. Данте отправляется в составе посольства в Венецию. Там он проводит несколько дней и встречается с дожем Джованни Суранцо. Он излагает доводы своего господина с большим красноречием. Именно в этом путешествии Данте заболел малярией в болотах Камаккио. От нее он и скончался в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года в Равенне. С самого начала власти города решают провести торжественную церемонию. Великий поэт обретает покой в церкви Святого Франциска. Она принадлежала нищенствующему ордену францисканцев. Данте был с ними тесно связан с давних времен, еще с Флоренцией. Здесь тело Данте находится в небольшой часовне рядом с усыпальницей властителей города Даполента. В 1395 году флоренцы начинают настаивать на передаче им тела. Они хотят перенести останки Данте на родину и захоронить его рядом с Петраркой и другими выдающимися горожанами. С этого момента с останками Данте начинают происходить загадочные вещи. Некоторые тайны удалось раскрыть только несколько веков спустя. Вместе с требованиями вернуть тело поэта флорентийцы посылают в Равену проект Мавзолея. Он предназначен для достойного упокоения останков. К 1485 году Равена оказывается под сильнейшим влиянием Венеции. Один из самых знатных граждан республики Бернардо Бембо большой любитель тосканской культуры в целом и Данте в частности. Он решает воздвигнуть на свои средства небольшой храм в честь поэта в районе нынешней церкви Святого Франциска. Для этого проекта он приглашает архитектора и скульптора Пьетро Ламбардо. Мастер создает из мрамора барельеф с изображением поэта. К сожалению, все работы по строительству храма будут приостановлены до 1519 года. Только тогда флорентийцы при поддержке Папы Льва Десятого и семейства Медичи получат разрешение завершить работы и перенести останки в новую усыпальницу. Равена не может противиться такому решению, но когда могилу вскроют, она окажется пустой. Изумление быстро пройдет, но возникнут подозрения. Город разделится на два лагеря. Одни будут утверждать, что могила всегда была пустой, другие будут придерживаться версии похищения останков. Тайна будет раскрыта только в 1865 году, когда по случаю 600-летней годовщины со дня рождения Данте в Равене решат отреставрировать храм в стиле неоклассики. Его построил в 1780 году Камила Мориджа. Рабочие наткнутся в подвале на деревянный ящик с надписью «Данти Соса Амефра Антонио Санти Икпозитэ». Эта надпись датирована 18 октября 1677 года. Тайна наконец раскрыта. Похоже, что сами францисканцы надежно спрятали останки поэта от посторонних глаз. Только секретарь монастыря мог время от времени проверять сохранность бесценной реликвии. Одним из них был Антонио Санти. Судя по надписи. Дальнейшие исследования подтвердили эту версию. Были обнаружены документы, они сохранились в городском архиве. Там не раз упоминается этот самый Антонио Санти, францисканец. Похоже, что в то время он был секретарем монастыря. И именно ему вменялась в обязанность заверять все документы, все городские акты. Известие в открытии быстро разносятся по миру. Пировяна сразу оказывается в центре внимания. Сюда устремляются представители культурных и научных кругов. Звучит предложение немедленно провести вскрытие, исследовать останки. Для этого создается специальная комиссия. В ее составе самые авторитетные ученые, те, кому будет доверено первыми увидеть возможные останки Данте Алигери. Одна из главных задач, которые ставят перед учеными, оценить состояние останков и извлечь череп. Специалисты надеются, что осмотр черепа позволит восстановить внешний облик Данте и понять, насколько он соответствует его изображениям. Затем останки поэта выставят на три дня на всеобщее обозрение. И только после этого 26 июня 1865 года их поместят в гроб из ореха. Его, в свою очередь, свинцовый саркофаг. Он будет находиться в усыпальнице, что сразу превратится в место паломничества. Это, например, сразу видно по отзывам, по тем отзывам, что посетители оставляют в специальном журнале на могиле Данте. Сохранились записи 19 века. Важны исторические свидетельства. Мы видим, что на могиле поэта бывали Байрон, крупнейшие представители культуры, известные политики того времени. Это место не обошли стороной ни Виктор Эммануил, ни Гарибальди. Это не просто память о том времени. Это невероятно ценный документ. Он показывает, как была важна фигура Данте уже в то время. сегодня это обязательный пункт в программе. Данте популярен не меньше, чем в прошлом, о нем знают практически все. Это значит, что Данте не просто поэт. Это самый популярный, известный поэт во всей мировой литературе. У комиссии, созданной в 1865 году, чтобы изучить останки Данте, безусловно, самые благие намерения. Но работа проделана в спешке, слишком небрежно, и результаты получаются посредственные. При осмотре изучения останков присутствует скульптор изровенная Энрико Пацци. В общей самотохе ему дается изъятие саркофага Данте несколько пылинок костной ткани. Пару лет спустя они окажутся во Флоренции, в руках профессора Дезидерио Килови, директора национальной библиотеки. Там они находятся по сей день. Похоже, что это была последняя попытка вернуть домой хотя бы частичку прославленного уроженца Флоренции. И только в 1921 году благодаря тщательному осмотру останков группы ученых под руководством профессора Фабио Фрассетта удастся получить ответы на кое-какие вопросы по скелету Данте и по его внешнему облику. Именно результаты этих исследований станут отправной точкой для эксперимента, задуманного профессором Группиони. Фабио Фрассетта один из самых известных и выдающихся антропологов своего времени. Это счастливый для ученого период. Потом он сам напишет об этом в воспоминаниях. Фрассетта очень молод, ему едва исполнилось 28 лет. Он только что закончил университет и сразу стал довольно успешным преподавателем. Вокруг него всегда много студентов. Он привлекает их не только как ученый, но и как интересный человек. Это время первых больших успехов. В 1908 году Фрассетта в упорной борьбе с соперниками побеждает в конкурсе на должность декана и официально получает кафедру антропологии в Болонском университете. Фабио Фрассетта создает музей новой лаборатории. Прежде всего антропометрии, радиологии, биометрии и прекрасно оборудованную фотостудию. Именно Фрассетта принадлежит заслуга в том, что антропологию стали считать научной дисциплиной, описывающей то, как меняется человек. Именно Фрассетта сумел соединить в единое целое медицину классическую биометрию и культурную антропологию. Ему удается собрать вокруг себя самых способных исследователей и антропологов того времени. Фрассетта направляет все свои усилия на то, чтобы разработать новые методы и инструменты для изучения внешности человека. В те времена этим интересовались исключительно антропологи-этнографы и судебные медики. Фрассетта прославился тем, что он много занимался известными личностями. На первом месте среди них безусловно Данте. Именно Фрассетта мы обязаны воссозданию облика поэта после того, как в октябре 1921 года Джузеппе Сэрджи вскрыл могилу и извлек оттуда останки всего на несколько дней. Фрассетта пришлось действовать быстро, очень быстро. Власти настаивали, чтобы Данте скорее захоронили снова, но он успел провести все необходимые измерения и сделать достаточное количество фотографий. Именно благодаря хорошему качеству фотографий и новейшей аппаратуре Фрассетту удалось в дальнейшем восстановить лицо Данте. Он использовал так называемый метод черепно-лицевого наложения, то есть он сопоставил фотографии, череп Данте, его изображение в профиль, то есть сбоку и в анфас, то есть прямо. Картин, на которых запечатлен Данте, до нас дошло довольно много. Одно из первых описаний Данте, о которых нам известно, очень подробных и живых, это, безусловно, малый трактат в похвалу Данте Джованни Боккаччо. В своем трактате Боккаччо довольно хорошо описывает внешность поэта, но не только черты его лица. В нем он отмечает некоторые особенности, присущие его характеру. Лицо у него было длинное, нос орлиный, глаза довольно большие, челюсти крупные, верхняя губа нависала над нижней. Кожа у него была смуглая, волосы и борода густые, черные вьющиеся. Лицо было задумчивое, с признаками меланхолии. Надо напомнить, что когда умер Данте, Боккаччо было всего восемь лет, и вряд ли можно абсолютно доверять тому описанию поэта, что он нам оставил. Хотя описание настолько подробное, со множеством деталей, оно, безусловно, сильно повлияло на то, каким Данте представал на картинах, а их до наших дней дошло очень много. Самое старое изображение Данте это фреска, созданная в мастерской Джотто. Она датируется 1337-1340 годами и находится в музее Барджелло во Флоренции. Возможно, это единственное изображение поэта, на которое не повлияло подробное описание Боккаччо, поскольку фреска была выполнена раньше. Кроме того, в Первом Дворце Искусств судей и нотариусов недавно была обнаружена целая серия фресок. На них Флоренция представлена в виде грандиозного круга. Она очень похожа на Новый Небесный Иерусалим. На фресках изображены самые знаменитые и просвещенные флорентийцы того времени, среди них Данте Алигьери. Эта фреска датируется 14 веком. С одной стороны мы видим смуглое лицо, такое же, как у Бокаччо. С другой на фреске явно отсутствует Орли Немес, неотъемлемая часть нашего коллективного представления о Данте. Эта часть была серьезно повреждена, потому что довольно долго она была закрыта радиатором. Тем не менее, можно предположить, что это Данте Алигери, самый старый из всех известных нам изображений. Первый портрет Данте имеет большое значение. Это была самая сложная часть для реставрации, так что мы оставили ее напоследок. Мы очень волновались, переживали, вдруг что-то пойдет не так, вдруг мы ошибаемся, и наши предположения на самом деле не верны. Нам помогали блестящие специалисты, например, Мария Моника Доната, и когда мы увидели первые положительные результаты, это прибавило энтузиазма и оптимизма. Портретов Данте до нас дошло бесчисленное множество. К этому можно добавить богатейшую коллекцию бюстов. Они создавались в разное время. И еще маски. Часть из них может быть копиями с маски, сделанные сразу после смерти Данте, то есть маски посмертной. За прошедшие века было создано множество изображений Данте. Это богатейшая иконография, она буквально не знает границ. И тем не менее, хотя изображения создавались в самой разной стилистике, между ними есть нечто общее. В их основе общепризнанный стереотип. В изображениях 15 века на первый план выходит Данте изгнанник, выдающийся политик. Для изображений того периода характерно беспокойство, напряжение. Лицо поэта всегда хмурое, строгое. В эти каноны вписывается работа Сандро Боттичелли. Он создал один из лучших портретов Данте. Особо подчеркнул его суровый, заостренный профиль, украсив его большим лавровым венком. В 16 веке с появлением Рафаэля меняется и настроение картин, на которых изображается поэт. Например, в станции Дела Синьятура в Ватикане Данте предстает перед нами среди теологов в сцене диспуты и среди поэтов в сцене парнас. Его лицо угловатое, почти квадратное, чрезвычайно жесткое. Именно таким мы теперь представляем великого поэта. Он выглядит сердитым, какие-то другие эмоции на его лице отсутствуют. Таким мрачным, чем-то недовольным Данте будет представать довольно долго, вплоть до эпохи романтизма, когда Эжен Дела Круа изобразит поэта среди волн. Все и позы, и жесты выражают его решительный настрой и внутреннюю силу поэта. В 19 и 20 веках многие художники иллюстрируют божественную комедию, но они не вносят что-то новое в наше, сложившееся веками представление об ее авторе. У них Данте предстает таким же, каким мы его видим в подробном описании Боккачча. Художники опираются именно на него. Каждый работает в своем стиле, характерной для каждой исторической эпохи манере. При этом они не забывают ни об одной черте, считающейся типичной для Данте, ни в его облике, ни в настроении. Результатом работы Фрассета стала книга Данти Сосса. Это очень важный труд. Подробнейшее морфологическое описание останков, огромное количество измерений и, самое главное, фотографии черепа. Их сделали, когда в 1921 году вскрыли могилу. Эти документы лягут в основу нового проекта. В главном труде о своей жизни антрополог из Болонии прежде всего тщательно описывает все кости. Именно благодаря ему мы располагаем данными об обнаруженных в могиле костях. Их ровно 297. И фотографиями черепа с учетом масштаба. Автор обращает внимание на некоторую асимметрию, особенно в теменной и фронтальной зонах черепа. Также заметно явное отклонение вправо костей носа. насчет носа трудно говорить что-то определенно, но мое мнение он должен быть орлином. Лицо описывается как длинное и узкое, с не совсем симметричными глазницами, с массивными выдающимися скулами. Зубы и челюсти не были обнаружены. Насчет них Фросетта может только выдвигать гипотезы. После изучения останков Фросетта решает использовать собранные многочисленные материалы, чтобы провести сравнительный анализ. Сопоставить портреты Данте, те из них, которые считаются самыми достоверными с черепом поэта. Посмотреть, насколько эти данные совпадут с представлениями художников. Во время этого эксперимента выясняется, что на портрете Вазари лицо получилось слишком крупным, а череп слишком маленьким. И вся фигура выглядит довольно странно, непропорционально. То же самое и в миниатюре из кодичья полотина. Голова слишком мала, прорисована небрешно. А вот на фреске, которую приписывают школе Джотто, по мнению Фросетта, довольно точно передано, как на самом деле мог выглядеть Данте. Изображение на фреске почти полностью совпадает с найденным скелетом. Фросетта даже предположил, что автор мог использовать мерки, снятые из тела поэта. И еще одно интересное наблюдение. Посмертная маска Акиркупа отличается удивительной точностью в области черепа. Многие параметры совпадают. Очерты лица довольно сильно отличаются от того, что обнаружили ученые. это наводит на мысль о том, что маску вряд ли снимали непосредственно с лица покойника. Фросетта продолжает свою работу. Он недовольствуется только совмещениями и измерениями. Ученый решает сделать муляж черепа. Но ему отказывают в разрешении сделать этот муляж непосредственно с черепа Данте. Так что Фросетта приходится довольствоваться черепом похожих размеров. Его находят в коллекции костей Болонского университета. Ученый делает несколько муляжей. Все время немного меняет их размеры. Наконец Фросетту удается создать модель, которая с большой долей вероятности воссоздает все морфологические особенности черепа Данте. Используя тот же метод, что и для черепа, с помощью множества муляжей Фросетта создает макет челюсти. Ее можно максимально адаптировать к верхней части лица. Если внимательно присмотреться, эта челюсть выглядит слегка великовато, особенно в длину. Так что такой результат трудно назвать оптимальным. Но Фросетта сделал многому лежей. Он старался, чтобы они максимально совпали по размерам и по форме с черепом. Так что, видимо, речь шла не только о челюсти. Хотя, вероятно, именно с челюстью было больше всего проблем. При подготовке к проекту в старинном хранилище Института антропологии Болонского университета ученые случайно натыкаются на записи Фросетта. Оказалось, что во время работы с останками в 1921 году у него появилось несколько довольно любопытных идей. Нарушив запрет, наложенный тогдашним председателем комиссии по изучению древности сенатором Карадо Риччи Фросетта сделал частичную копию черепа. У нас есть основания полагать, что это муляж, который Фросетта сделал с черепа Данте втайне от Карадо Риччи. В его записях мы читаем «Я сумел сделать слепок с неба и еще один со средней части лица. Для этого мне пришлось нарушить запрет, так что я работал тайком. Челюсть, которую мы видели раньше, казалась слишком крупной, непропорциональной. Похоже, что Фросетта на основе своих слепков верхней челюсти сумел исправить ошибки при изготовлении муляжа. Так что размер и форма сделанной им челюсти полностью совпадали с верхней челюстью, чтобы они были совместимы. В основу нового эксперимента легли те же методы и принципы, что были в свое время разработаны Фросетта. Но с использованием новейших технологий это позволяет свести погрешность к минимуму, всего к 5%. И максимально приблизиться к представлению о том, каким же на самом деле было лицо поэта. В Болонском институте антропологии сохранилась богатая коллекция больше тысячи мужских и женских скелетов. Речь идет о скелетах, идентифицированных от тех, у кого известный возраст, пол, чем они занимались при жизни, причина смерти. Это настоящее сокровище. Коллекция считается безложной скромностью одной из лучших в Европе. Она позволяет идеально отработать методы изучения останков. Именно из этой коллекции были отобраны черепа и челюсти, максимально похожие на череп и челюсть поэта. Затем при помощи мулежа, сделанного фросета, при помощи лазерного сканера, будет создан их трехмерный макет. В лаборатории виртуальной реальности инженерного факультета Болонского университета Седе де Форли. Эта лаборатория появилась на инженерном факультете не случайно. Это результат эволюции техники и инструментов промышленного дизайна, дальнейшей компьютеризации всех систем. В лаборатории занимаются прежде всего новейшими технологиями, связанными с трехмерной, то есть стереоскопической визуализацией цифровых моделей, разработкой реализации интерфейса «Человек-машина» с использованием технологии виртуальной реальности, особенно в области авиации. В последнее время мы проводим ряд новых исследований совместно с коллегами из других областей. Прежде всего с мультиспектральными технологиями, с материалами, запоминающими форму. Наша задача не только разработать и внедрить в жизнь новые технологии. Мы пытаемся использовать открытия в области инженерии для сохранения культурного достояния. Эта работа позволит проверить потенциал и определить границы использования новейших технологий в области виртуальной антропологии. Понять, как их можно применять при решении такой сложной задачи, как восстановление внешности человека, жившего в прошлом. Мы соединили данные из разных источников, в том числе результаты лазерного сканирования. Наша цель — получить единую трехмерную модель и черепа, и челюсти. На втором этапе данные, полученные из разных источников, в результате различных исследований были сведены вместе, чтобы получить единую трехмерную модель — черепа Данте. Чтобы результаты было проще сравнить, до начала эксперимента были определены несколько опорных точек на поверхности и черепа. Та же самая технология была использована и для челюсти. Ученые выбрали череп с похожей морфологией, хотя этот этап был намного сложнее. В целом, если использовать технологию 3D, программой виртуальной реальности можно смоделировать что угодно. Но нам была нужна челюсть от черепа, максимально похожего в смысле морфологии на череп Данте, чтобы как можно меньше времени потратить на трехмерное моделирование, чтобы бросить все силы на изменения, на уменьшение или увеличение формы, чтобы сосредоточиться на важных деталях, а не на общей картине. После сканирования и 3D-реконструкции было необходимо выполнить целый ряд промежуточных операций, создать две виртуальные модели. Одну соответствующую передней части, другую задней части, чтобы получить в результате сложной виртуальной деформации третью трехмерную модель, полностью совпадающую с черепом. виртуальные модели и черепа, и челюстные данты, что мы получили на предыдущих этапах. Физические модели были созданы по системе быстрого прототипирования. Системы быстрого прототипирования отличаются от традиционных методов тем, что они добавляют материал вместо того, чтобы его удалять. Это абсолютно другая технология. в нашем случае модель была изготовлена из термопластика. То есть речь идет о материале прочном, легко поддающемся обработке, без особых проблем, связанных со случайными повреждениями. Надо отметить еще одну важную деталь. Для создания моделей реальных предметов, моделей как виртуальных, так и физических, используются абсолютно нейтральные, неинвазивные технологии. В результате совместных усилий ученым удалось получить полный прототип черепа Данте. Опираясь на записи Фрассета, на полученные им данные, используя новейшие технологии виртуальной реальности, главная цель проекта была практически достигнута. Остался последний, самый главный шаг. Используя методы восстановления лица, придать этой модели выражения, цвет кожи, получить настоящий, научно-достоверный образ Данте. При лицевой реконструкции специалисты используют тщательно разработанную таблицу толщины мягких частей лица. Эта таблица — результат целого ряда исследований. С помощью радиологических технологий были собраны и систематизированы необходимые данные. На муляже намечаются несколько фиксированных точек. Там устанавливают специальные колышки толщиной, указанной в таблице. Таких колышков всего 33 и располагают их в нескольких плоскостях, в сагитальной и в боковых. С их помощью создаются мягкие ткани и мускулатура. Потом они будут использованы для черепа. мускулатура. Здесь все точки уже намечены. Их 33. В сагитальной плоскости и в боковых точки четные и нечетные. С мускулатурой нам пришлось повозиться. Это был очень небыстрый процесс. Потом все согласились, что мы проделали невероятную работу. Она отняла у нас массу времени. Зато мы смогли оценить, какие мышцы были у Данте. Мы поняли, что мышцы, которые управляют челюстью, они крепятся с одной стороны к ней, а с другой к теменной кости. Они довольно мощные. Затем мы восстановили глазные яблоки. По объему они обязательно должны быть пропорциональны самим глазницам. и судя по всему у Данте были большие глаза, слегка вытянутые, женственные. Значит, глазные яблоки воссозданы правильно. У нас получились большие глаза, как их описывал Бокаччо. Он говорил, глаза у Данте были скорее большие, чем маленькие. Одна из самых серьезных проблем при реконструкции лица неправильно рассчитать объем глаз или форму носа. Очень сложно определить объем и форму губ. Это зависит от состояния зубов, от их наличия или отсутствия. Что касается Данте, нам в своей работе надо было обязательно учесть то, что он еще при жизни потерял зубы. Он потерял верхние резцы. Справа и первой и второй. А слева центральный резец. Про боковые зубы мы ничего не знаем, потому что все, что находится между клыком и центральной частью челюсти, очень слабо, очень слабо развито. Возможно, у Данте один зуб так и не сформировался, а значит, он не был сломан. Вот почему у Данте были небольшие проблемы с верхней челюстью. У него отсутствовали передние зубы. А нижняя челюсть у него была типичная для всего европейского этноса, которому он и принадлежал. Затем мы перешли к носу. Размеры носа зависят от размера носовых отверстий, а носовые отверстия вот они. То есть у Данте были проблемы. У него не только была очень высокая переносица, она к тому же была сломана или деформирована. Скорее всего это было врожденное. Правый носовой хрящ отклонялся в сторону чуть больше, чем нужно. Кроме того, носовая перегородка тоже была искривлена, так что носовое отверстие справа было больше, чем носовое отверстие слева. При реконструкции носа надо было помнить еще об одной детали. Развитие носа зависит от передней носовой кости. Так как здесь носовая кость очень низкая, нос должен быть прямым. У Данте был крупный нос, очень большой, большой не совсем правильный, со слегка наклоненной вправой переносицей, и с чуть более крупной одной ноздрёй, в ее мягкой части. Все это мы учли, и все это мы увидим на финальной реконструкции. ПОДПИШИСМЕНТЫ ПОДПИШИСМЕНТЫ Ученым наконец удалось воссоздать настоящее лицо Данте. восстановить его облик. Он оказался довольно близок к тому, каким мы его представляли, и в то же время очень далёк. Эти грубые угловатые черты не походили на тот стереотип, к которому мы привыкли. Еще один этап в нашей работе, его последняя фаза, воплощение в реальности модели, созданной судебными медиками. Мы загрузили полученный результат в компьютер, снова перевели его в математическую модель и получили финальный образец. Эта программа очень удобная, она позволяет вносить необходимые изменения с учетом новых документов и сведений, например, если будут обнаружены еще какие-то портреты, созданные примерно при жизни Данте. лицо, которое вручную воссоздал профессор Маленьи, перевели при помощи лазерного сканера в трехмерную проекцию. Это позволит продолжить исследование при появлении новых технологий вносить изменения в виртуальную реконструкцию. Как показал первый поверхностный анализ, виртуальные модели черепа и лица хорошо совмещаются. Теперь есть возможность оценить процент совпадения. Еще одна цель этого последнего этапа — получить несколько моделей лица поэта, с которыми можно работать. С одной стороны, вручную реконструкцию есть свои плюсы. Образ получается очень точным, со своим характером, реалистичным и в то же время художественным. С другой стороны, этот результат статичен. Он застыл в своей форме. А ведь когда ты думаешь о лице человека, часто хочется что-то изменить, дополнить. Многое зависит от физического состояния героя, от того, что нам о нем известно. Чтобы не загонять реально существовавший персонаж в слишком тесной рамке, ученые решили совместить ручную работу с графическим моделированием. Лицо Данте, воссозданное профессором Маленьи, было взято за основу. С его помощью уже было сделано и будет еще сделано в дальнейшем несколько разных реконструкций. Они все отлично совмещаются с черепом поэта. И у них есть один большой плюс, они виртуальные. То есть в них не только легко вносить любые изменения, они позволяют взглянуть на лицо Данте с разных сторон. И те его черты, которые на протяжении веков идеализировали многие художники, теперь можно сравнить с настоящим лицом Данте. Он, наконец, предстает перед нами в своем подлинном обличии. Этот образ не обязательно совпадет с тем, что мы подсознательно представляем, когда слышим имя великого поэта. Сегодня, благодаря научной беспристрастности и новым технологиям, Данте обретает свое истинное лицо. Лицо живого человека. Переведено и озвучено компанией СДАйМедиа по заказу ТПУ Ротмедиа.